Информационная война Информационная война И вот это снятие обратной связи С управленческой точки зрения Оно, безусловно, является необходимейшим Потому что, ну, казалось бы А зачем проводить такие прямые линии Если все равно есть масса служб Есть масса статистических учреждений Которые все равно всю эту обратную связь Могут на бумаге принести в виде документов Справок, аналитических записок И так далее, и так далее А нет, оказывается, такая обратная связь необходима И самое главное, что такую обратную связь На планете Земля, кроме Российской Федерации Не снимает ни один верхний уровень управления Это очень чрезвычайно важно Это нужно понимать Даже с точки зрения дальнейших рассуждений Которые я сегодня хочу затронуть На этой прямой линии Были затронуты, естественно Традиционные вопросы внешней политики И вопросы внутренней Причем очень многие люди Сходу заметили Что предыдущая прямая линия В основном упор делался на внешнюю политику На самую сильную сторону нашего президента Который на самом деле является Не только верхним верховным управляющим Верховным главнокомандующим внутри страны Но он является еще и глобальным политиком Он в Москве создал фактически Центр глобального управления И наши, в общем-то, головокружительные успехи Во внешней политике Они всегда производили колоссальное впечатление И даже те недостатки, которые есть внутри страны А их достаточно много Это, как сказал президент вчера Это бездорожье и разгильдяйство В общем смысле Но на самом деле это, как говорят в разведке Маскировка, дезинформация и саботаж И саботаж это очень серьезное такое явление И вчерашняя прямая линия Во многом была посвящена прежде всего Внутренней жизни То есть внешнеполитические вопросы Были затронуты Но их, в общем-то, в объеме Было меньше, чем, например, в 15-14 годах И это тоже очень важно Фактически в конце своей прямой линии Президент сказал, что У нас-то на внешних подступах Во внешней политике Все будет хорошо Самое главное, чтобы мы навели порядок внутри В конце была такая фраза Которая, в общем-то, считается знаковой Ну, многими аналитиками Вчера после прямой линии Возникло сразу несколько аналитических программ Они вышли в эфир Где разные политологи, аналитики В общем-то, комментировали президента И пытались, ну, разложить по полочкам Что же это было И какие это имеет Смыслы и значения в год думских выборов Что само по себе тоже немаловажно И в конце президент сказал Что он следил за вопросами Которые бежали по монитору Были озвучены из трех миллионов вопросов Там с небольшим Естественно, не все вопросы Некоторые вопросы были не озвучены Но те, которые мелькали на мониторах И президент их видел Он сказал, что, безусловно Он еще вчера читал эти вопросы Очень многие вопросы нелицеприятные Очень многие вопросы жесткие Они касаются внутренней политики Но, тем не менее, президент их видит Он их знает Он их разделяет И поэтому он все равно с народом То есть возникла такая, знаете Смысловая заковыка Которая означает то, что внизу Находится народ Есть некая чиновничья прослойка Которая, нельзя сказать Что уж вся там прямо занимается саботажем Там есть люди, которые, собственно говоря Успехи страны А нельзя не обратить внимание Что по сравнению с 1999 годом И по сравнению с 2012 годом Страна все равно делает колоссальные успехи Не только во внешней политике У нас происходят вещи Которые, может быть, не так, знаете Учитываются сознанием людей Но, тем не менее, сдвиги Плавные по ежедневные изменения К лучшему в стране происходят Даже несмотря на то, что есть кризис Есть давление среды Есть падение рубля Есть там замедление экономики Очень много всяких вопросов Но, тем не менее, изменения к лучшему есть Но, поскольку люди уже привыкли В общем-то, к сытым нулевым К определенному уровню жизни Любое падение уровня жизни Оно, конечно же, возбуждает негодование и возмущение И почему высший уровень управления С этим ничего не делает В этой ситуации возникает вот какая важная конфликтная вещь И мне кажется, на ней надо подробно остановиться Мы с вами жили в составе Украины И мы четко понимаем Вот сейчас, по прошествии двух лет Что такое Майдан Как этот сценарий реализовывался Олег Сарев недавно рассказал эту историю еще раз И рассказал о том, что фактически до конца января Все уже понимали, что Майдан сдох И ничего не получится И когда они поменяли сценаристов Западные наши партнеры И когда они в Киев пригнали людей И началась вот эта кровавая вакханалия с убийствами То, в общем-то, тут-то и оказалось Что Майдан оказался достаточно эффективным инструментом смены власти Так вот, во вчерашних ток-шоу, которые были после президента Было озвучено вот несколько мыслей Которые меня навели вот на какие размышления На протяжении последних двух лет так точно Особенно после воссоединения Крыма с Российской Федерацией Российское общество, многонациональное, многоконфессиональное И достаточно расслоенное по экономическому и социальному признаку Делится на две большие фракции Эта фракция называется «Потребители» И граждане Потребители — это люди, которых не интересуют Никакие вопросы ни внешней политики, ни экономики, ни справедливости Их интересует вопрос «Что мне за это будет?» И вопрос, в общем-то, материального благосостояния Прежде всего То есть желудочные вопросы А это, ну, нельзя сказать, что это неправильно Это очень важный фундаментальный вопрос жизни Он обязательно должен присутствовать в жизни каждого человека Но потребители — это такая вот прослойка людей Которые вот доминируют эти вопросы А все остальное считается информационным шумом и неважным совершенно Собственно говоря, и сама Россия по большому счету неважна То есть мы с вами обсуждали многих предпринимателей Их выступления о том, что они держат бизнес и в Чехии, и в Бельгии, и в Китае И на самом деле где жить им все равно То есть слово «патриотизм» для них — это и есть информационный мусор Который маскирует, как им кажется, их возможности зарабатывать деньги И есть фракция граждан Это граждане — люди, которые после воссоединения Крыма Очень четко отвечают на вопрос Так, чей Крым, например? И вот эти две фракции нельзя В данном случае я не сужу ни хорошо, ни плохо Но на самом деле разделение общества есть И вот здесь возникает ситуация, которую на самом деле глобалисты, мне кажется, хорошо разыгрывают Вот теперь, когда масса населения А большинство населения относится к категории патриотов Это и вы, и я Это многие люди, которые остро чувствуют несправедливость Остро чувствуют кошмарение бизнеса Другие какие-то вопросы внутренней жизни И поэтому, естественно, вот эта масса народа Она настроена против так называемого продажного чиновничества И вот здесь возникла ситуация, при которой президент говорит, что он с народом И вот теперь возможна ситуация, что Майдан можно проводить не против верхнего управления Верхнего уровня власти А Майдан можно организовывать против этого самого продажного чиновничества Не против плохого президента, а за хорошего президента И это тоже сценарий такой розыгрыша, который нам с вами Людям, которые научены горьким опытом Крушения государственности и восстановления нашего единства с Российской Федерацией Мы люди, знаете, битые, стрелянные Мы понимаем некоторые нюансы И вот в этом смысле важно понимать, что вот в этот момент А именно 16-17-18 год Нам нужно понять несколько очень важных управленческих вещей То есть при желании даже патриотическое крыло Которое настроено против либерального экономического блока Фактически за граждан против потребителей Ведь потребители накачиваются как матрица Они накачиваются либеральным крылом, которое в основном-то ставит во главу угла Материальные вопросы, желудочные вопросы Вопросы там хорошо поесть, ходить в туалет и так далее И так далее, а все остальное хоть трава не расти Так вот, там есть накачка своя А у патриотического крыла есть накачка своя Это на самом деле общество достаточно сильно напрягает И если технологически, ну в Киеве, на Майдане это были снайперы Это были там массовые манифестации, акции неповиновения и так далее Так вот, если в Российской Федерации на основании вот этого разделения Провести, например, несколько акций, которые на самом деле даже спрогнозировать нетрудно А потом попытаться взорвать общество на этой теме А потом, например, просто изъять верхний уровень управления То страна, в принципе, может обрушиться в такое же состояние, как на Украине Безусловно, придут патриоты Причем патриоты, нужно понять еще какие И они, в принципе, сценарий становится возможным К чему это я все говорю? Мне кажется, что все российское общество Все слои общества Должны, поскольку мы с вами обсуждаем нашу систему Суперсистему в рамках давления среды В рамках того, что вокруг нас существует огромное количество Других систем, других государств Которые кровно заинтересованы в том, чтобы мы обрушились Чтобы у нас случился тотальный геноцид, падение населения Сокращение населения Чтобы мы, как глобальный центр управления, потеряли свое значение То в этой ситуации говорить о том, что Давайте вот с вечера на утро Раз и зачистим там продажное чиновничество И при этом, мы же не думаем об этом Огромная страна, которая самая крупная в мире Она-то живет не только разговорами, не только идеями Она живет логистикой, она живет управлением Она живет, знаете, попробуйте оставить Крым, например, без подвоза продовольствия Либо еще каких-то других вещей Жизненно важных и жизненно необходимых То есть есть определенный фронт работы Налаженная система, которая управляется какими-то Достаточно серьезными и уже выстроенными годами методами И вот эту систему менять резко Это означает обрушить страну в какую-то неустойчивость А мы с вами все время говорим о неустойчивости управления Как основной угрозе для Российской Федерации И может возникнуть ситуация, что перехват управления в Российской Федерации На этой волне-то может и произойти И тогда, собственно говоря, ни о какой победе русской идеи глобализации Можно уже будет не говорить Закончится вся эта тема, закончится вся эта история И на протяжении веков Россия вставала буквально как птица-феникс из разных передряг Но это может быть последняя такая история И вот тут стоит сесть и подумать головой Очень крепко относительно любых, знаете, массовых манифестаций Любых митингов и стачек Я понимаю, что возможность экономической ситуации, как на Сахалине Когда людей держат без зарплаты Когда есть вещи, которые требуют выхода Ну, вопрос-ответ, которые требуют каких-то управленческих решений Но я хочу сказать, что поскольку внешние объекты заинтересованы в такой ситуации В наколении обстановки То очень многие вещи, которые происходят вот именно вот в этих сферах Задержки зарплат, несправедливости, кошмарение бизнеса и так далее Вот действительно есть признаки всего того Что это накачивается ситуация специально Для того, чтобы натравить один социальный слой на другой Граждан на потребителей Или потребителей на граждан И так далее И вот в этой ситуации нам с вами нужно подумать Об устойчивости управления России И о том, что нужен мораторий на любые Ну, вот такие массовые митинги, стачки и так далее Потому что мы вступаем в такой период времени А 16-17-18 годы это непростые годы Мы вступаем в такой период времени Когда любое ослабление устойчивости управления Российской Федерации Будет моментально использовано глобалистами Я имею в виду, это группы людей Которые обладают колоссальным финансовым ресурсом Обладают колоссальной агентурой Во всех средах, во всех средах управления И во всех странах, безусловно И вот этот сценарий, он в принципе может состояться Понятное дело, людей нельзя бросать просто так На авось, на то, как сложится ситуация Безусловно, нужна силовая поддержка на местах Чтобы вот такой саботаж Который можно не допустить Вообще-то простым Прощерком пера И простым телефонным звонком Чтобы его пресекали на корню А нужно сказать, что вчерашняя прямая линия Она показала еще вот какую Интересную особенность После того, как были заявлены проблемы Вопросы о проблемах с дорогами Были заявлены вопросы о проблемах с зарплатами Моментально стали приходить сообщения о том Что возбуждаются уголовные дела Даже появились фотографии в интернете Что начали укладывать в асфальт В Омске или вокруг него Ну, в общем, начали происходить движения То есть снятие обратной связи с объекта управления Вот в такой форме Оно имеет определенную эффективность Вы видите, что когда приходят справки И когда приходят аналитические записки О состоянии дел Когда обратная связь снимается Обычными способами Через государственные структуры То таких вот вещей не происходит А когда обратная связь непосредственно с земли То вот происходят вот такие вот вещи Понятное дело, нужно наладить способ Контакт, взаимодействие Верхнего уровня управления С сигналами земли И попытаться построить эту систему эффективно Ну, чтобы уж, конечно, держать Стабильность во всех смыслах Не только не обрушение всей системы Но и дать возможность людям Как минимум нормально функционировать Заниматься хозяйственной деятельностью И, в общем-то, не приходить в состояние Когда уже все, нечего терять То есть здесь, на самом деле, очень тонкая игра И я сегодняшний эфир хочу посвятить Очень важной проблеме Которая называется Что каждый гражданин Российской Федерации Будь он патриот или потребитель Будь он Крым наш Или считать, что Крым аннексирован Россией незаконно Но который, в принципе, думает о том Что будет через год, через два с ним С его семьей, с его детьми А когда на самом деле на Украине Произошел государственный переворот То тем кураторам, которые сидят во главе стола С президентами и премьер-министрами Украины Они уже меняются, как мы видим Им на самом деле все равно Богатые, бедные, потребители, граждане И так далее А вот это пушечное мясо, которое кричит Украина по надусе Они используют как пушечное мясо И при помощи них, как инструмента Решают свои задачи То же самое будет и в этом случае Если у нас не хватит ума Этого не допустить Соответственно, все без исключения Граждане Российской Федерации Вот в этой ситуации Когда четко наметилось разделение Российского общества На две крупные фракции Условно называемые потребители И граждане Или либералы, или патриоты Это примерно синонимичное понятие И стравливание их происходит Достаточно активно с обеих сторон И либералы стараются накачивать свою матрицу И патриоты накачивают свою матрицу Вот все эти предвыборные лозунги Связанные с экономическим блоком правительства И так далее Это и есть накачивание этой матрицы Для создания внутреннего напряжения в обществе Понятное дело Мы делаем скидку на предвыборный период Но тем не менее Вот в этой ситуации Когда общество поляризуется Никакому ивент-агентству В принципе не составит особого труда Спланировать в нескольких городах-миллионниках Какие-то акции Которые на самом деле могут привести К тому же самому, что на Украине Только с проецированием на масштаб В десятки раз большей страны И это нам с вами Людям, живущим на земле Которые, собственно говоря, вчера И дали обратную связь Нужно четко понимать Потому что нас никто не назовет умными Если мы погнавшись за потребительскими вещами Как потребители Совершенно забудем о гражданском понимании вопроса И потянемся И будем втянуты в этот конфликт Который на самом деле ведет в никуда Это принципиально первый важный вопрос Который я сегодня хотел отметить И над этим вопросом надо думать То есть надо играть Президент не зря вчера в вопросе О единой России Сказал слово, что стабилизирующий фактор Который помогает пройти между Сциллой и Харибдой Мы на самом деле действительно находимся И президент в том числе Между наковальней и молотом Мы проходим по очень тонкой грани Они связаны с тем, чтобы осуществить изменения В структуре государства В системе управления И при этом не обрушить само государство Потому что окружающие субъекты управления Они прямо кровно заинтересованы в том, чтобы России не было И вот эта тонкая игра Она на самом деле обязывает всех И работников по найму, и предпринимателей И патриотов, и либералов В общем-то думать о конечной цели И вот о конечной цели я хочу посвятить Вторую часть нашей программы Потому что это вообще принципиальнейший вопрос Чего уж там греха таить Вчерашняя прямая линия Которая называется Съем обратной связи с объектом управления Объект управления это не государство А это страна Страна это территория, на которой живут люди Люди должны в принципе понимать И все как устроен мир Как устроено государство Как осуществляется управление И на самом деле люди и являются Поскольку в конституции Как бы к ней не относиться Написаны слова Что источником власти является народ То соответственно и народ должен Эту власть и генерировать И продуцировать И генерировать глобальные идеи Чего там греха таить Вчерашняя прямая линия была В основном про декорации жизни Не про концепцию жизни А про декорации жизни Про поесть, про сходить в туалет Про организацию всевозможных материальных вещей Про то, чтобы жить лучше И так далее Но ни одного вопроса не было Например о том А в чем состоит цель русской цивилизации Не было вопроса о том Какие у нас глобальные планы На десятилетия, на двадцатку лет Понятное дело Есть план 2020 Но люди его не читали И соответственно И не задают таких вопросов И на самом деле По президенту даже было видно Что он готов к концептуальному разговору Но таких вопросов ему никто не задает А это принципиально важный вопрос Дело в том, что Поскольку мы с вами Из передачи в передачу повторяем Что в мире существует Так называемое глобальное Или надстрановое управление А Россия находится между двух Наковалин Между молотом и наковальней Сверху давят глобалисты А снизу давят агентура Этих же глобалистов Которые создают ситуацию Как будто бы Путин во всем виноват И при этом люди забывают Что 16 лет назад Фактически Путин спас страну От обрушения в пропасть И на самом деле Люди ему в этом Не очень-то и помогали Была команда Которая ему конечно же помогала Но в целом Люди были втянуты Были вписаны в эту историю Они вкусили все блага В общем-то хорошего Более-менее управления В тяжелейших условиях Нулевые годы Они поездили по заграницам Они начали покупать дорогие машины И фактически Сложилась ситуация Что народ начал выращиваться Больше в сторону потребителей То есть патриоты патриотами Никто спорить не будет Но вот это вот Секундочку Вот это что было Оставьте А если будет меньше То значит Путин виноват И вот в этой ситуации На самом деле Основная претензия К нам всем Да и ко мне тоже В том числе Поскольку я там обладаю Определенным ресурсом Связанным с тем Чтобы озвучивать эти вопросы Мы с вами Не дотягиваем До концептуальной власти Для того Чтобы формулировать Вопросы глобальной политики А все народы Которые Ограничивают Свои цели Только сиюминутным Куском хлеба Они уничтожаются Это такова история Это аксиома Не требующая Доказательств Советский Союз Победил Во Второй мировой войне Только потому Что у него были Надмирные цели У него была идеология У него были цели Которые Заключались Не только в том Чтобы вот Этот бой победить Дойти до Берлина И так далее На самом деле Была концепция того Что будет дальше Была очень четко прописанная И посеянная В головах людей И одобренная людьми Картинка будущего Которая в общем-то И двигала Это общество А поскольку Наше общество Сейчас разделяется На потребителей И граждан А единой картинке Будущего Которая хотя бы Одобрена двумя третями Нет То получается Что на прямых линиях Когда сидит Концептуалист Фактически Человек Который Видит насквозь И с управленческой Точки зрения И с психологической И с метафизической И с любой И он ждет От объекта управления Обратной связи На своем уровне А ровни нет И все вопросы Только про кусок хлеба И про качественно Сходить в туалет То это на самом деле Не радует И в этом смысле Мы с вами тоже Как люди стрелянные И опытные Которые прошли Крым и Рым Должны подумать На эту тему Потому что Будущее зависит Прежде всего От того Что в голове Не от того Что в желудке Не от того Что там Ниже А вот от того Что в голове И на сердце И нам с вами Нужно подумать О наших Глобальных целях Это касается Не только крымчан Это касается Всех граждан России И мне кажется Что вчерашняя Прямая линия Подведу итог Дала В общем-то Четкое понятие Во-первых О каких сценариях Глобалистов По разрушению России Теперь может идти речь Эти сценарии Можно прогнозировать Их можно Брать в работу С ними Можно играть Можно вести Уже оперативные игры Связанные с тем Чтобы противодействовать Но самое главное Это народ Российской Федерации Который должен Заниматься Теперь думать Не только о хлебе насущном При всех проблемах Существующих При всех проблемах Того Что некоторым Вольнонаемным Задерживают зарплату Что на самом деле И денег стало меньше Экономика сдувается Она меньше Значительно Чем скажем В том же Десятом Одиннадцатом Двенадцатом Годах Но даже Несмотря на это В самые тяжелые Времена Людей спасает Только Ну Надмирная цель Только глобальные Цели Только Когда человек Смотрит вверх Он Ставит цели Более высокого порядка Вот эти все Нижшие цели Более низкого порядка Они решаются Совершенно другим способом То есть Как только вы ставите Цели нижнего порядка И прикладываете всю энергию Как решить Вопрос хлеба насущного И не ставите Масштабных целей То и заработки меньше Это любой бизнесмен скажет То есть Как только вы хотите Заработать сто тысяч Это ваш лимит И вы выше Никогда не подниметесь Но когда вы ставите Планку Три-четыре миллиона В месяц То сто тысяч Решаются на порядок Легче И совершенно по-другому Это вот такая Простая аналогия Вот точно так же И с Россией Если мы будем думать Только о хлебе насущном И будем задавать вопросы Почему там Управленцы Высшего уровня Не дают Нормального хлеба И тигру мясо В клетку не докладывают То это и есть Вот тот лимит На который Можно рассчитывать Основная задача Основной итог Вчерашней прямой линии Это масштаб И горизонт планирования У народа Либо у тех 5-7 процентов Которые Собственно говоря Могут выразить Интересы народа И вот этих вопросов Вчера практически не было Это основной итог Вчерашней прямой линии Как кажется нам Здесь в Крыму В эфире была Информационная война Спасибо за внимание Редактор субтитров А.Семкин